Привет всем! Это программа по следам великих предков и мы находимся в Айртауском районе Североказахстанской области. Уже через пару лет это будет один из самых туристических развитых мест в Казахстане. А пока людей здесь нет. И мы с Алибеком и нашей маленькой группой единственные, кто собирается забраться на вон ту сопку. Два брата расположены в 12 километрах от села Айртау. Сопки имеют общую седловину. Именно она на высоте 300 метров и делит их надвое. Добраться сюда несложно. Пеший маршрут едва дотянет до километра пути. Первые 300 метров восхождения покажутся несложными, порадуют сосны вокруг и свежий воздух. А вот дальше маршрут будет сложнее. Из двух сопок гиды разрешают подняться лишь на одну. Та, которая уже имеет тропы. Но даже по ним идти сложно. Ведь приходится, а то и дело, взбираться по крутым и достаточно острым камням. Местами тропа очень узкая. Друзья, вот мы и добрались до сопки, которой именуются два брата. А рассказывают эти сопки печальную древнюю легенду. Некогда два брата Батыра стойко и храбро охраняли эту территорию от джунгаров. И вот в одной из битв, окровавленные, измученные, но давшие отпор, они погибли. На месте их могил выросли вот такие две замечательные горы. Каждая из этих деревьев символизирует врага. А вон то соленое озеро позади меня – это слезы их единственной сестры. Вид сопки удивительный. Видны леса и озера вокруг. Озеро из легенды называется Аиртавчик. И его тоже можно отчетливо разглядеть. К слову, это озеро еще знаменито тем, что оно Олимпийское. На его берегах, в детском оздоровительном центре Олимпийц, занимаются будущие чемпионы и юные олимпийцы. Аиртауский район недаром называют туристической жемчужиной Северного Казахстана. Обилие природных достопримечательностей, как магнит тянет туристов. У нас шалкарский филиал РГУ ГМПП Кукштал находится в Североказахстанской области, в Аиртаусском районе. У нас имеются четыре памятника природы. Это вот сопка «Два брата», в которой мы сейчас находимся. Есть сопка «Сколотая», «Острая сопка» и «Водопад с пещеры». Это четыре памятника природы, на которые у нас есть туристические маршруты, пешие маршруты. Это трех-двухчасовые походы пешком. В шалкарском филиале есть закрепленные четыре озера. Это особо охраняемые природные территории, национальный парк. Это озеро Шалкар, озеро Лобаново, озеро Байсары и озеро Аккуль. Два озера у нас считаются преслыми. Это озеро Байсары, Лобаново. И два озера у нас соленые. Это озеро Шалкар и озеро Аккуль. Озеро Шалкаре у нас развивается туристическое, по туристической линии. И строится база отдыха, зона отдыха. До следующего года начнутся вливания бюджетных средств. Впрочем, едут сюда туристы не только, чтобы отдохнуть. А Иртауский район притягивает сюда и кладоискателей. Говорят, что в годы Гражданской войны у одного из озер расположились войска Колчака, а сам Колчак был в их числе. Жители села, казаки, были противниками советской власти. А потому они приветствовали армию Колчака, помогали ей сражаться с большевиками, сами участвовали в боях. Местность здесь, к слову, очень удачная для ведения партизанской войны. Леса, сопки с пещерами и выступами. В них легко можно было укрыться от врага. По слухам, где-то в этих лесах спрятан золотой клад Колчака, который ему пришлось оставить во время своего отступления. Сопку Колчака, в котором тоже есть легенда про сопку Колчака. Когда Колчак во время Гражданской войны отходил, он, оказывается, зарыл здесь свое золото. Вот такая легенда. И об этом никто не знал. Вот пожилая женщина, когда умирала в селе, вот она перед смертью сказала «три гвоздя». То есть она в то время была с ними, и она сказала «три гвоздя». Это означает, что это место, где спрятан клад. Много приезжали люди, которые изучали, искали этот клад, но пока еще не нашел. Золото пытаются найти и по сей день, но до сих пор безрезультатно. Находят лишь старое оружие. Жителей в окрестностях немного. Село Аиртау, к примеру, насчитывает всего тысячу человек. Но в каком красивом месте они живут? Взять хотя бы озеро Имантау. Прямо в центре его расположен остров в форме сердца. Вот такой природный феномен. Это озеро Имантау – одно из самых ярких достопримечательностей северного Казахстана. И хотя туристический сезон уже закончился, вода в озере до сих пор теплая. Для местных жителей и туристов живописная природа и чистый воздух – сами по себе уже большой клад. Но природа наградила эти места еще и полезными ископаемыми. Когда-то здесь велась добыча золота, встречались алмазы. Богатый ли он и цветами? Уже в ближайшие годы Аиртауский район превратится в крупный туристический центр. Я считаю, что наша деревня в округе от других, она отличается. Отличается еще своим природным ландшафтом. У нас очень красиво. Места красивые. Те же самые горы красивые. И озеро хорошее. Купается. Сейчас в этом году, когда пошла у нас реклама Имантау-Шалкарская курортная зона, много было отдыхающих, когда теплое время было. Ну, в этом году, конечно, короткое было тепло, но все равно отдыхающих было очень много. Поэтому я в дальнейшем думаю, что у нас курортная зона будет развиваться, много планов, много денег будет выделяться. И так что я думаю, что наше село еще зацветет лучше. Всего на территории Северного Казахстана насчитывается около трех тысяч озер. Одними из самых известных являются озеро Имантау, к слову, источник пресной воды для местных жителей, и соленое озеро Шалкар. А еще в районе находятся и исторические памятники, поселение Батай, где впервые была домашнена лошадь, мавзолей Карасай и Агантай-Батыров, а также усадьба бабушки Чоканова-Лиханова Айганым. Сегодня у нас было увлекательное путешествие по природным красотам Северного Казахстана. Ну, на этом наша программа подходит к концу, и мы вынуждены с вами попрощаться. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!